Во дворце спорта «Триумф» прошли соревнования по художественной гимнастике. Округ посетили юные спортсменки из многих городов России. Физическую подготовку, профессионализм и артистизм оценила опытная жюри и, конечно же, мы. На открытом чемпионате по художественной гимнастике Люберца представляла несколько участниц. Одна из них — 13-летняя Виктория Попова. Она занимается гимнастикой 7 лет. Этот вид спорта покорил красотой. Любимые упражнения с обручем и булавами. Я не сильно волновалась. То, что отработано, то отработано. Я выступала на всероссийских соревнованиях, во дворце «Винер». Ну и вот на таких соревнованиях, как сейчас были. Виктория мечтает стать мастером спорта. Ее стремление награждается победой. С января следующего года во многих видах спорта вступают в силу новые правила. Но по распоряжению президента Всероссийской Федерации художественной гимнастики Ирины Винер эти соревнования судили по-новому уже сейчас. У нас четыре бригады. Раньше у нас артистика судила вместе с бригадой техники. Теперь у нас есть артистика, бригада артистики, которая судит отдельно. И плюс у нее еще четыре судьи. Немножко программа поменялась в том смысле, что больше работы предметом стало. Если бы много работали телом, то теперь у нас должно работать больше предметов. Гимнастки выступали со скакалкой, обручем, мечом, булавами и лентой. Состязались в личной программе и в групповых упражнениях. Данный чемпионат отборочный перед всероссийскими соревнованиями «Возрождение», где примут участие дети по программе мастеров спорта и кандидатов в мастера спорта. Федерация России включила в ЕКП, это единый календарный план Минспорта России, включили соревнования для мастеров с выполнением мастера. Это впервые. Для мастеров были только чемпионаты Кубок России. Туда не все дети попадают. В открытом чемпионате физкультурно-спортивного общества «Профсоюзы» участвовало около 300 гимнасток, среди которых спортсменки из Воронежа, Екатеринбурга, Белгорода, Кирова, Москвы и Московской области. Именно на таких соревнованиях зажигаются будущие олимпийские звезды.